Царство и Израиль Но Бог не оставил Своё творение И вот Он снова основательно начинает с Авраама От Авраама произойдёт народ Мы вернёмся к этой главе в разделе «Обетования» А сейчас Бытие 12, 1-3 «И сказал Господь Аврааму Пойди из земли Твоей от родства Твоего и от дома Отца Твоего В землю, которую Я укажу Тебе И Я произведу от Тебя великий народ И благословлю Тебя и возвеличу имя Твое И будешь Ты в благословении Я благословлю благословляющих Тебя И злословящих Тебя прокляну И благословятся в Тебе все племена земные» И снова отмечу, что значимость данного обетования переоценить невозможно Будь у меня больше времени, я бы противопоставил благословения и проклятия, указанные здесь А также Божьи замыслы, связанные с Авраамом А точнее, пока ещё с Авраамом С тем, что написано непосредственно в предыдущей главе В истории Вавилонского столпотворения, Бытия 11 Человечество, отчуждённое от Бога, пытается сделать себе имя Самостоятельно, без Бога И в итоге попадает под Божье проклятие Здесь Бог намеревается всё сделать по-своему Посредством избранного им человека, Авраама Именно от него Произойдёт народ Израилю предстоит стать тем самым сыном Израилю предстоит стать тем образом Божьим в мире Израилю предстоит стать тем самым светом, народом Израилю уготован новый Эдем Земля обетованная, где течёт молоко и мёд Где он будет жить по законам Божьим, под Божьим правлением В присутствии святого и любящего Бога С тем, чтобы распространять его знания и мудрость от моря до моря Недавно я закончил читать замечательную книгу по библейскому богословию, о которой я уже упоминал Её авторы Крейг Бартоломью И Гохин Или же Гохин, точно не знаю, как эта фамилия произносится Драма Писания Интереснейшее произведение, надо сказать, особенно для тех, кто интересуется библейским богословием Настоятельно рекомендую Авторы пишут Израилю предначертано быть, цитата, показательным народом Примером того, как заветные отношения с Богом меняют народ Страница 66 Израилю предначертано быть показательным народом Примером того, как заветные отношения с Богом меняют народ Бог не отказался от Своих планов явить Свой образ в Своем месте. Ход истории Израиля наглядно показывает, что Бог — Царь этого народа. В книге «Исход» 15 главе превосходно об этом сказано. Черное море — Красное море. Некое море, в принципе, пересечено. Армия фараона повержена. В Исходе 15 мы читаем торжественную песнь Моисея. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море». Моисей прославляет Бога за победу над фараоном и его войском в этой величественной песне. «От дуновения твоего раступились воды», стих 8. Читаем дальше. «Влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря». Враг сказал, «Погонюсь, настигну». «Но мы видим, как этот враг свинцом идет ко дну и тонет в шумных водах». «Кто, как Ты, Господи, между богами?» Стих 11. «Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» «И как такой Бог приведет Свой искупленный, спасенный народ к Себе?» «Чтобы Он пребывал в Божьем присутствии, на Его святой горе». А гора, как мы помним, рассматривалась в Древнем мире Ближнего Востока как место соприкосновения неба и земли. «На месте, которое Ты соделал жилищем Себе», стих 17. И чем все заканчивается? Стих 18. «Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Господь – Царь. Все произошедшее с фараоном и его армией – ничто иное, как проявление Божьей царской власти. Ведь именно Царь в Древнем мире Ближнего Востока должен был защищать Свой народ от врагов. Защищать Себя и Свой народ от общих врагов. И восстановить Свой народ, если в этом есть необходимость. Но так же, как Адам, Сын Божий, Божий Сын Израиль, оказывается неверным. Первое царство, 8 глава, здесь весьма показательно. Видеосеминария ТВС «Благотворительный проект». Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Народ уже в земле обетованной. Прошло несколько столетий, но люди глубоко несчастны. У них есть судья, который разрешает их споры в лице Самуила, пророка и священника. Царь же для них, как мы уже видели, сам Бог. Однако, чего хочет народ? Об этом мы читаем в 1 Царств 8. Народ хочет царя, по примеру других народов на Ближнем Востоке того времени. В 5 стихе Самуилу говорят, «Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Самуилу это не понравилось. Эта фраза, «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас». И вот он взывает к Господу. И что же Господь говорит ему в 7 стихе? «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». И далее 9 стих. «Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Это ирония, не так ли? Ведь Израилю была уготована участь показательного народа, отличного от иных народов. Но теперь Израиль хочет во всем на них походить. И они получили просимое. У них появился Саул, который, начав свое правление столь многообещающе, в конечном итоге, как царь терпит фиаско. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok